Сегодня свою работу возобновило агентство по предотвращению коррупции, которое, как казалось еще недавно, намертво погрязло в скандалах и выяснении отношений. Замглавы НПК Руслан Радецкий написал у себя на странице в Фейсбуке о том, что агентство смогло утвердить результаты полной проверки декларации нескольких судей, прокуроров и министра юстиции Павла Петренко. И по одному из тех, чье имущество проверили в НПК, материалы направлены в специализированную антикоррупционную прокуратуру в рамках уголовного производства. В информагентстве «Украинские новыны» уточнили, что нарушения есть и в декларации Петренко. Министр указал неточные данные по квартирам и своему автомобилю. Ну и вот согласитесь, новостей по проверкам, возбуждению, уголовных дел, расследованием в нашей стране предостаточно. Вот только когда это должно продолжиться новостями о приговорах, темы, как правило, утихают. Вспомните, за сколькими громкими делами мы с вами уже следили. Онищенко, Насиров, скандальный судья Чао, спрятавший взятки в огороде. В каком состоянии сейчас эти дела и не закончатся ли они вместе с новыми, чем, что фигурантов просто отмажут, выясняла моя коллега Елена Зорина. Дела на миллиарды, хитроумные схемы и одиозные фигуранты. Никто ничего никуда не передаст. Нардепы, судьи, каста неприкосновенных. Давайте пройти дорогу. Задержание под прицелом десятков телекамер. Чего только не видели украинцы за последние месяцы. Смена клетчатых одеял. Инфаркт миокарда. Перестрелки с правоохранителями. Аккуратно! Задержание прямо в парламенте и доллары в банках. Стеклянные. Вот так с лопатой и в огород, но не за картошкой, а за деньгами. Личное поле чудес судьи Чаоса, прям как в сказке, а Буратино отгремело на всю страну. Но, как оказалось, найти банку с долларами не самое сложное. Довести неприкосновенного до суда. Вот, настоящее испытание для правоохранителей, чтобы потом не сотрясать воздух в той же банке. Пересидеть за границей или пересидеть в Украине – вот главный вопрос. Большинство власть имущих выбирает побег. Это, говорят юристы, самый простой, но действенный метод скрыться от правосудия. Тем более, что не останавливает никто. Потому что они не дотворкальны. Чтобы дать особе втекти, нужно за особой стежить. Потребны ухвалы следующих судей, которых мы не можем взять, потому что это народные депутаты. Изворотливости неприкосновенных можно только позавидовать. Тут не обойтися без облегченої схемы. Людина втекает из Украины не за рахунок того, что у нас есть проблемы в законодательстве. И не за рахунок того, что какой-то митник на местном уровне за большую сумму денег выпускает из Украины. Это вопрос даже не партийного, чувства солидарности. А банальный страх, что следующим будет этот же депутат. Его называют главным фигурантом газового дела. Я никуда не скрываюсь. Я хочу открытый процесс, чтобы это был суд. Нардеп Александр Онищенко обещал дождаться суда в Украине. Но как только в парламенте решили снять с него неприкосновенность и разрешить арест, след избранника простыл. С Александром Онищенко я не спілкувався. Но я впевнен в том, что пройдет час и он повернется. Теперь Онищенко то ли в Лондоне, то ли где-то еще передает привет и в Фейсбуке. А на родине за него говорят адвокаты. И так уже год. Справа ця суто політична. Фактично усувають з цього ринку одного з вагомих гравців. Почата процедура зазвичного засудження. Ми по Онищенко справу закінчили ще в лютому 2017 року. І лише до червня, фактично до початку червня, сторона захисту ознайомлювалася з матеріалами цієї справи. Вы вчиняєте тиск на суд. Его следы затерялись в Молдове. Судья-баночник так прозвали служителя Фемиды, одного из столичных судов, которого подозревают во взяточничестве. Все потому, что Николай Чаус хранил деньги, как консервацию в банках. В кабинете судей Чауса сейчас я вам подскажу. Пресс-секретарь. Спустя почти год в суде, где работал Чаус, разве что его расписание исчезло. Таблички и кабинет не тронуты. Зачинено? А кто зачинил? Я не знаю. То ли ждут возвращения, то ли попрощаться с прошлым не поднимается рука. Но в приемной у судей кипит работа. Вы табличку бачите? А почему табличку не закривите? Сам Николай Чаус живет на съемной квартире в Кишиневе под домашним арестом. С часа его вступа на украинскую землю до направления обвиненного акта до суду придет максимум 2-3 недели. С журналистами не общается. Но на этой неделе завел страничку в соцсети и написал. Жив-здоров. И пока в Украине ждут его экстрадиции, Чаус надеется получить политическое убежище. Я не знаю сколько, что остались какие-то паспорты. Я их с удовольствием с великим сдам. Главный фискал страны Роман Насиров выбрал более сложный способ защищаться. Нанял армию адвокатов. Довольно часто общаемся. Мы ждем открытия материалов уголовного производства. Передача дела в суд откладывается. Отнимка зараз за остальную экспертизу, яка обещала нам эксперты, что он завершится еще минулого тижня. Но, жаль, уже сегодня некий день. Еще нема. Сам Насиров пиняет на здоровье. Мол, нуждается в заграничном лечении. И якобы помогает следствию в другом, не менее громком деле. Налоговиков времен Януковича. Возможно, это сделка с правоохранителями, о которой сейчас не желают говорить ни защитники, ни обвинители. Но в любом случае, это еще один способ избежать суда. Это в первую очередь метод затягивания судовой справы. Это выгодно и политикам, и правоохранным органам сегодня. А с другого боку, это есть часть стратегии стороны защиты. Обмен договоренностей, поиск покровителей или банально деньги. Вот как можно решить вопрос. Дуже часто идет сумма от суммы обвинувачения. Такс в формате 10-15% от этой суммы целиком может фигурувать в переговорах, в пошуку, возможности решения. Никакой купюры у меня нет. Они не были вмещены, не было ничего. Видео, где нардеп Мисейчук якобы требует взятку, крутили прямо в парламенте. История почти двухлетней давности. С избранника и неприкосновенно снимали, и даже арестовывали. Но он снова в Раде. Проблема в якости доказовой базы. Почему было так пафосно подано прокуратуру справу, которую они не могли выиграть? Ну, для меня это вопрос. В суде Мисейчук доказал, процедура о снятии иммунитета была нарушена. В генпрокуратуре отступили, но обещают осенью. К нардепу снова появятся вопросы. Битва неприкосновенных и правоохранителей продолжается. Возможно, эта игра, каждый ход которой участникам известен наперед. И просто публике надо что-то показать. А возможно, бороться с неприкосновенными действительно непросто. Ведь покидать эту касту власть имущие всегда отказываются. Елена Зурина, Наталья Неделька и Сергей Килимник. Подробности недели – телеканал «Интер».